Какая золотая луся. Красивая. У нас так долго не было солнышка, а сегодня уже у нас прекрасная погода. И небо. Шикарное небо. У нас сегодня будет пиршество курячей и свинячей, да? А коты-то? А котики-то? Так, правильно. Попробуй, попробуй. Запах ввечите, чтобы ты когда-то раз не лазишь, и он вылечит, чтобы лазить, так будет проще. Вот, я пока ответственная за шашлык. Короче, я хочу сказать, в Москве наступила бабилия. Наконец-то мы его дождались. И по этому поводу мы собираемся посидеть. шашлык-шашлык-шашлык-шашлык-шашлык-патунечек. Вкусный очень. Вот такое у нас бабье лето. Сегодня суббота, и мы решили все вместе собраться с соседями, сесть в компанию. Кому гайки крутить, мальчикам. Наши мальчики, они уже... Мальчики-зайчики. Наши зайчики с утра уже причастились. Да ладно, с утра. С утреца уже требовали мяса, мясо давайте. А дали яблок. Да, дали яблок. Блинчики. Хорошо хоть яблок дали. Ну что, девчонки, бабье лето? Да. Бабье лето у нас. Бабье лето, отшумела, цветела бабье лето, не путались и ветер. Марка Васильевна, ну-ка, а сегодня журавли собрались в Вен-Наю. Вот пипец, все. И вращаются надолго, летая. Бабье лето. Да, бабье лето. Все, закончилось. Наливай, Наливай, Наливай. Михална. В дубах такой, бабье лето. Где были? Олег Юрьевич, Олег Дарвич, пожалуйста. Я весь в процессе, в творческом. Пост, пост для женщин. В честь бабье лето. Бабье лето. Значит, бабье лето пришло, это хорошо, а выпьем мы за наших девчонок. За нас, бабс. Нет, за девчонок. Счастье им, здоровье, терпение, чтобы у них все было и за это им ничего не было. И пусть терпят нас. Вот так. Все, девочки, за нас. За вас, девчонки. Мы любим, а терпим. За бабь. А подождите, это, Игорь. Быстро поддались, на весь этот кипиш, да. А мы такие. Ну, хорошо, я теперь буду знать, кому набегать. Все, девчонки, за нас. Остальное все херня. Уж покоряйтесь в дверь. Давайте, девочка, за вас. За вас. За вас. За тебя, солнышко. Танюшка, за тебя. Спасибо. Следующее. Следующее. Суббота. У вас я вообще беру, как одно целое. А, ух ты. Хорошо. следующая суббота? А следующая суббота, что у нас, какое чистое? День рождения. День автомобилиста. Друзья, праздник. Какой? День автомобилиста. День рождения вперед. А, чем ваш день автомобилиста. 8 октября, день рождения. У кого? У Галины. Запуску? Мабачка. Так, 25? Разная. Она поворачивается к нам то лицом, то попой, то жопой, да? То другими всякими местами. Поэтому, в принципе, за славные и хорошие моменты в своей жизни, да, нужно благодарить судьбу и жизнь. Потому что она могла повернуться в нужный момент, она могла повернуться задницей, пардон, и не получила бы того, что сейчас получилось. А получилось бы совсем по-другому. Поэтому, спасибо, что сейчас так. А я и говорю. Хорошо. И все. Сонечка, за тебя. Все, за тебя. Да нет, за меня попозже будем. Давайте за вас. А что это за тебя попозже? Да нет, в другое время. А мы решили, что мы тебя не доливаем, пока ты ешь. Давай попозже, ладно? У нас сегодня очень хорошая суббота. Хорошая погода. Наконец-то наступило бабе лето. Мы все высыпали на улицу с шашлыками, с хорошей музыкой, с коньяком, с самогонкой. Накрыли хороший стол. Вышли все по-соседски на улицу. Сидим, выпиваем, разговариваем, радуемся последним денечком. Радуемся последним денечком осени. Я хочу сказать еще о том, что мне приходят ссылки, там пишут мне, что какой-то там, не знаю, обо мне сайт создали, не знаю, наверное, такой, знаете, унизительный сайт, потому что хороший сайт обо мне не сделают, унизительный сайт. Там меня уже словесно обзывают там старой бабкой за 60 лет, там вонючкой, гнилючкой какой-то, там одна пишет. То есть мне пишут в комментариях оскорбления. Я таким людям отвечать не буду, я буду сразу блокировать их, чтобы просто везде они были и в гугле, и в ютюбе они были на канале на своем заблокировании. Потому что комментировать можно, обзывать нельзя, унижать. Я про это всегда говорю. И поэтому я всех вас прошу, ребята, выражайте свое мнение, выражайте свое мнение, комментируйте, но не опускайтесь до публичного оскорбления. Это никому не понравится. Так же бы к вам писали, вас бы обзывали, там вашу маму, папу, вашу жену или мужа. Наверное, бы вы тоже возмущались, поэтому давайте не будем опускаться. Я буду всех блокировать. Отвечать не буду, буду просто блокировать. Вот. А то, что обо мне создали какой-то сайт смешной, там оскорбительный, я хочу сказать, что, я хочу сказать, что даже то, что он вот такой, этот сайт, это значит, тоже кого-то зацепляет об этом. Если бы человек, если бы человек неинтересен был, вообще неинтересен, кому надо какое-то время сидеть, создавать какой-то сайт об этом человеке? Хотите просмеять меня? Опустить там как-то, образно говоря? Это ваше право. Ну, от этого просто приходят новые люди, заходят на этот канал. От этого сайта приходят другие люди, совершенно по ссылке ко мне, заходят на сайт, и некоторые приходят посмеяться, оскорбить там, как-то унизить, да, я их сразу блокирую, а другие просто приходят и говорят, ой, Татьяна, мы пришли с этого сайта, там, с какого-то там, не знаю. Вы просто интересная женщина, и поэтому всё, что вы мне будете писать, это я будущим гостям своего канала говорю, писать, обзывать меня, я вам сразу говорю, я вас буду блокировать, я не буду на вас тратить своё время. А то, что я таким образом своего рода завоевала внимание ваше, ваше внимание в моей персоне, пусть даже, как вы считаете, фу, отрицательное, это тоже внимание, я хочу сказать. Так что, так что, как всё было, так и продолжается. Бабка я, там, не бабка, сколько мне лет, там, как мне там пишут, там, уродина, посмотри на себя в зеркало. Да я хочу сказать, что я на себя в зеркало смотрю каждый день и по нескольку, и по нескольку раз в день. И вот такая вот я бабка, вот такая я уродина. Пишите, мне всё равно, я сама себе цену знаю. Так что, всё хорошо, жизнь продолжается, всё нормально. всем своим подписчикам, всем своим подругам, которые со мной в переписке, всем друзьям и всем другим людям, которые будут заходить на мой канал, я хочу пожелать, не опускайтесь ниже плинтуса, не опускайтесь низко по тону до уровня оскорбления, унижения человека, потому что вы этим самым, вы бумерангом себе, как магнит, прилепите себе такие болячки, такие неприятности, которые будут бить ниже пояса вас, ваших детей, ваших близких, ваших родителей. Только потом не задавайте вопрос, почему это со мной происходит. Вот задумайтесь. Не делайте греха. Очень вкусный арбуз, осенний такой. И что самое важное, самое главное для себя, я оценила, меня критикуют, унижают, оскорбляют, ну, в всяком случае пытаются, безликие люди, у которых вообще пустая эта иконка, у них вообще нет фотографий там, чисто там, не знаю, хоть бы, хоть бы картинку-обезьянку поставили, чтобы я видела, хоть кто это зашел. На канал захожу, вообще пустой канал, ничего нету. То есть люди, люди-невидимки, люди прячутся, но тем самым показывают свой интеллект, понимаете? Вот они такие крутые, они такие правильные, а ты, дура деревенская, старая баба, ну, как там пишут, да, от тебя там гнильем каким-то пахнет. Вы что, меня нюхали, что ли? Чем это меня пахнет? Вы меня нюхали? Не нюхали. Так что, если хотите пообщаться, вы создайте свой нормальный канал, заливайте туда видео свои, и тогда будем общаться, и будем смотреть, кто старый, кто молодой, кто вонючий, кто нет. Прятаться за своим пустым каналом и тявкать, извините меня, прятаться и тявкать за своим каналом пустым. Ума не надо. Поэтому мне с такими людьми неинтересно общаться, я буду просто вас блокировать. всем хочу пожелать здоровья, доброты, самое главное, чтобы вы не были злыми. Я уже много раз говорила, и буду говорить неоднократно, что наша жизнь очень короткая. Вы сегодня сквернословите, унижаете человека, обзываете, не зная его, насмехаетесь, но вы не знаете, и никто не знает, встретите ли вы завтра новый день или нет. Люди умирают ежеминутно, ежесекундно. Вот вы высыпите своё ядро ненависти, а завтра вас может не стать. Вы так и уйдёте, уйдёте за ту черту, за ту черту вечности вы уйдёте со своим мешком негатива. Вы подумайте о том сначала, как вы будете и вообще для чего вы это делаете. Завтра вас может не быть, а может и сегодня. А вы уже оставили следок отпечаток в этой жизни. Так прежде чем кого-то осквернословить, я хочу сказать, любого человека, вы подумайте о своей душе и о своей жизни, которая у вас может оборваться в любую секунду, в любую. Раз, и вас нет через минуту. Или утром вы не проснулись, потому что люди умирают каждую минуту на планете. подумайте о том, что вы делаете и как. Я всем хочу пожелать хороших выходных, отдыхайте, набирайте силы. Завтра воскресенье тоже отдыхайте, смотрите хорошие фильмы, сходите куда-нибудь или просто валяйтесь на диване. Всё, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok